Продолжайте ему бестолковых осмотров старых автомобилей и общения с их владельцами. Все читали Гайдара Тимур и его команда в рамках среднего школьного возраста. Ну или фильм смотрели, неважно. Мы вот в очередной раз поучаствовали в реальной театральной постановке на свежем воздухе, которую сами же себе и организовали. Приехали, почистили снег одному пенсионеру, пообщались, разве что дров не накололи и воды не наносили, а вот звезду нарисовать хотелось. Больше 20 лет прошло, а ничего не изменилось. Многие автомобили как гнили в огородах, так и продолжают свое начатое. Цена растет, машины гниют. Если еще 20 лет назад ее еще можно было спасти, и был какой-то смысл, то сейчас то, что осталось, даже в металл не сдашь. Или еще вариант, предлагаешь реальную стоимость на тот момент, но нет, владелец хочет больше, потом проходит пара лет, сам звонит, заберите, я согласен. А тебе уже не интересно, или оно уже того не стоит? Я не берусь судить про ценообразование, есть владелец раритета, насколько он ему дорог, это его дело, он называет цену и предлагает свою, без взаимных оскорблений расходимся. Это чаще всего. Редко, когда наши взгляды совпадают, обычно хотят миллиарды миллионов, и хорошо, что не в биткоинах, у них какое-то свое представление о рынке поддержанных машин, и только у них редкая и самая дорогая. А если не веришь, то пусть гниет дальше. Не доставайся же ты никому, основной принцип людей на грани деменции. Вот и в этот раз так. То, что такой аппарат есть, я знал еще пару лет назад, но тогда все, кто был причастен, говорили, что не продаст никогда, он ему очень дорог. Насколько дорог узнали на днях, когда поступила информация, что авто готовы продать. Можно было узнать пожелания по телефону, составить свое мнение и остаться дома, но дома не так интересно, как на свежем воздухе за 150 километров от Москвы. Судьба подсказывала, что ну его на... Пока не поздно, сначала проскочили разворот на развязке МКАДа, и пришлось потерять полчаса, разворачиваясь в пробке, вторая пробка почти на час ждала на полпути, фура прижала газель к отбойнику. Но в итоге доехали еще засветло. Прокапали дорожку в снегу, отогрели замок и с трудом открыли прижавевшую калитку. Ну а далее все как на тех фото, которые были в открытом доступе. Помещение с кучей барахла, наваленного везде и всюду. Толком к машине даже не подойти, снизу не посмотреть, смогли только в салон попасть через переднюю правую дверь. На фоне ушатанного кузова салон выглядит как только что с завода, комплектный на 99%, не хватает только столика, его потеряли. Странным показалась дыра в палатке, ее уже перешивали и то, что перешито уже сгнило, а вот матрасики под крышей как новые. Год 1979, мотор 1600, у иствля Берлин. Дуки есть, понизу средне, есть что подварить. Плитой и холодильником как будто не пользовались, все как новое, газовый баллон оригинальный. На первый взгляд авто бодрый, но если вытащить на солнце и посмотреть внимательнее, думаю, будет другое впечатление. На улице под снегом был еще Т3, его тоже посмотрел термостекла по кругу, левая средняя открывается вверх. Автономка, мотор бензин, в крыше два колхозных люка, два передних стула и задний диван. Потолок в плесени, обивки, вспучило. Со слов хозяина авто редкий для американского рынка, хозяин помер, поэтому 600 тысяч, не меньше. Ну и как бы ни на что не рассчитывая, хорошее уже на выходе спросили, сколько он хочет за свое зеленое чудо трофейной масти. Два. Что два? Миллионы, конечно. Там одни госномера 150 стоят. Что? Номера 002. Мне за них уже 150 предлагают. Все-таки интернет иногда зло, чем благо. Почему то продавая что-то в России, особенно что-то ржавое и старое, многие смотрят на рынок Запада. Открыв мобайл. Да дедушка заценил, сколько такой автобус стоит там, прибавил растаможку и, вуаля, два ляма, должны спасти отца русской демократии, как говорил Остап Грагимович. Мое мнение, если ты смотришь на цены Запада, так и продавай на Запад, вывози ее туда и продавай. Там тоже не дураки деньги считать умеют, да и вариантов там побольше и получше. Мы же живем в другой реальности, с другими зарплатами и диким курсом валюты. Чтобы восстановить такую машину, нужно будет много чего покупать в виде запчастей оттуда, таможить все это, искать, чтобы кто-то все это разобрал, сделал и собрал обратно. А это еще столько же и пару лет из жизни. Это надо очень сильно любить старые фольксвагены и много зарабатывать, но кто умеет зарабатывать и считать деньги, предпочитает покупать уже готовые, я так думаю. В итоге отлично прокатились, посмотрели, пообщались, ничего не потеряли и не приобрели. В комментариях попрошу не ставить диагноз пожилому человеку, оставим это на его совести. Будем надеяться, что он пересмотрит свои аппетиты и вернется в нашу реальность. Всем мир!